Джо Байден после череды саммитов отправился в Польшу на восточный фланг НАТО. Своей первой остановкой он избрал город Жешу, расположенный в часе езды от украинской границы. Сообщается, что целью президента было оценить масштабы гуманитарных усилий по спасению украинцев, бегущих от российского вторжения. За минувший месяц в Польшу прибыли 2 миллиона 200 тысяч беженцев, и большинство остаются здесь. Накануне с участием Байдена состоялись сразу три саммита — НАТО, ЕС и Большой Семерки. Главным их итогом стало то, что США и Евросоюз согласовали меры по скорейшему отказу от российских энергоносителей. Мы собираемся вместе, чтобы уменьшить зависимость Европы от российской энергии. Путин использовал энергетические ресурсы России, чтобы шантажировать и манипулировать ее соседями. Вот как он их использовал. Он использовал прибыль, чтобы финансировать свою военную машину. Эта инициатива направлена на два основных вопроса. Первый — помочь Европе как можно быстрее снизить зависимость от российского газа. Второй — сократить спрос Европы на газ в целом. Уже в этом году США обещают поставить в ЕС дополнительно 15 миллиардов кубометров жиженного газа, чтобы помочь обеспечить запасы на следующую зиму. Об этом заявили Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Я хочу сказать американскому народу, как благодарна Европа за их непоколебимую поддержку. Эта поддержка также распространяется на укрепление энергетической безопасности Европы и независимости от российских ископаемых видов топлива. И поэтому обязательство США предоставить Евросоюзу дополнительно не менее 15 миллиардов кубометров СПГ в этом году является большим шагом в этом направлении, потому что это заменит поставки СПГ, которые мы в настоящее время получаем из России. А забегая вперед, США и Европа обеспечат стабильный спрос и предложение еще как минимум на 50 миллиардов кубометров американского СПГ до 2030 года. Это уже треть российского газа, идущего сегодня в Европу. Обсуждалось на саммитах и полное эмбарго на покупку российских газа и нефти. Подчеркивалось, что это может стать следующим санкционным шагом ЕС. В каждом из трех саммитов принял участие по видеосвязи и украинский президент. Благодаря ЕС Владимир Зеленский в то же время подчеркнул, что санкции и поддержка немного опоздали, и поэтому не остановили Путина от вторжения. А теперь мы с вами готовим членство Украины в ЕС. Наконец-то! Вот тут я вас прошу, не опоздайте, пожалуйста. Потому что за этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите, кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. Зеленский перечислил главных сторонников и противников ускоренного вступления Украины в ЕС. Как ни удивительно, к последним Зеленский отнес Германию. Именно от ее позиции, как считают в Киеве, больше всего зависит судьба украинской заявки. А не от Венгрии, чей премьер Виктор Орбан известен былой дружбой с Путиным. Угорщ. Венгрия, я хочу сделать паузу здесь и быть честным. Вы должны решить, с кем вы. Вы суверенное государство. Дискуссии лидеров ЕС продолжались до полвторого ночи. В финальном каменнике по Украине теме ее членства уделили внимание, подтвердив решение саммита в Версале и еще раз попросив Еврокомиссию подготовить заключение по этому вопросу. Страны НАТО продолжат поставки оборонительных вооружений, не переступая при этом красных линий своего невмешательства в конфликт. А Евросоюз создаст трастовый фонд, чтобы восстанавливать Украину от последствий военной агрессии, когда война завершится.